Великая княгиня на Русь Не заросли еще трояна тропы, и волковым ведамы таинственные знаки. Жива еще в народе память и мудрость древняя, но все обречено. Ведь ныне всех богинь затмил один Христос, сын Бога, посланный на землю. И все смешалось. У нас даже один колокол, но очень большой, с иконой именно этих святых мучениц, имена которых вера, надежда и любовь. Сегодня прекрасный день. Сегодня в нашем знаковом храме для нашего города, в Тихийском храме, состоится первый звон колокола, состоится колокольный. Голокольный звон, познамевать важнейшие части богослужения, которые совершаются в храме. И ныне храмы ставят на Руси и златом украшают резьбою. Балой и точей ласкают слух, но сердце-то не внемлет. Колокол верно служил человеку в его повседневных трудах, предупреждал о нашествии врага и ненастье природы, отмерял время, призывал к молитве и покаянию. Понятны и близки нам образы Христа и матери боги, но перед взором сверкнутые вновь и нет возврата. И вот тысячелетия спустя деснится вера, да множество богов. Но если много их, то есть ли вера? Ведь нет ее. Поэтому всяк может богом быть, повелевать людьми себя величить и в веру обращать других, насильно собирая под десницу. В князьях нет мира, нет единства. Целуют крест друг к другу, а из храма выйдя готовы глотки перегрызть. Неужто правду сказывал Владимир Ярославич, нет веры на Руси? А Русь одна. Одна земля на всех. Как нам на ней ужиться? Кому же кланяться, о милости просить? Кому служить, кем клясться? Вечен Божий смерть! Слава Божий смерть! Слава Божий смерть! КОНЕЦ Продолжение следует...